В школах города традиционно проводится работа по набору детей в первый класс на 2023-2024 учебный год. В течение учебного года в общеобразовательных учреждениях проводились занятия, экскурсии для будущих первоклассников, родительские собрания, проводятся заседания городской психолого-медико-педагогической консультации с целью определения готовности детей младше 6 лет 6 месяцев в школе. Также проводится обследование детей с особыми образовательными возможностями с целью определения адаптированных программ и определения необходимости обучения в коррекционных учреждениях. Уважаемые родители будущих первоклассников, Закон об образовании предусматривает поступление детей в школу 6,5 лет и не позже 8 лет при отсутствии противопоказаний. В этом возрасте не только каждые полгода, но и каждые 2-3 месяца очень существенны для развития детей. Родители будущих первоклассников могут получить консультации у школьных психологов или в территориальной ПМПК, которая работает на базе Краснолуцкой школы номер 4. Также родители для подготовки детей к школе могут использовать цифровые ресурсы «Начинайдер» и «К школе готов». Если, на ваш взгляд, ваш ребенок еще не готов к школе или что-то не умеет, то к осени все может измениться. Прием заявлений в первый класс школы для граждан, проживающих на закрепленной территории, начался с 1 февраля и завершится не позднее 31 августа текущего года. На сайте школы в разделе «Родителям» вы можете ознакомиться с информацией об организации учета детей школьного возраста, проживающих на территории подведомственной администрации города Красный Луч Луганской Народной Республики. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года, до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Общая образовательная организация, закончившая прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной территории ранее 1 августа при наличии свободных мест. По предварительным данным, школы города в 2023-2024 учебном году придут 500 первоклассников. Уважаемые участники образовательного процесса, обучающиеся, педагоги, родители, учебный год вступил в ответственный период своего завершения. Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики определено, что окончание учебного года и последний учебный день в 2023 году в общеобразовательных учреждениях подведомственных администраций города Красный Луч для обучающихся первых классов 24 мая, для обучающихся вторых, восьмых и десятых классов 25 мая, для выпускников девятых и одиннадцатых классов завершается изучение учебных предметов 25 мая, но учебный год длится до завершения итоговой аттестации. В 2022-2023 учебном году в общеобразовательных учреждениях города оканчивают обучение по программам основного и среднего общего образования 951 человек. Это 575 девятиклассников и 376 одиннадцатиклассников. 12 выпускников одиннадцатых классов претендуют на получение медалей за особые успехи в учении. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки утверждены особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования. Формы проведения государственной итоговой аттестации и условия допуска к ней в 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 и 2025-2026 учебных годах. В 2022-2023 учебном году выпускники 9-11 классов проходят государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами государственной итоговой аттестации и являются основанием для выдачи указанным участникам аттестатов об основном и среднем общем образовании путем выставления по всем учебным предметам учебного плана итоговых отметок по результатам промежуточной аттестации или определяемых как среднее арифметическое четвертных семестровых отметок за 9 и 11 классы. Выпускники 11 классов в 2022-2023 учебном году по желанию могут пройти государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена. В 2022-2023 учебном году 49 выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений города планируют принять участие в едином государственном экзамене. Обязательный предмет – русский язык. Остальные предметы – по выбору выпускников. Наши выпускники выбрали такие предметы, как математика, физика, химия, история, биология, общество знания, информатика, английский язык и литература. В этом году пункт проведения ЕГЭ будет организован на территории города на базе Государственного общеобразовательного учреждения Луганской Народной Республики Краснолуцкая школа номер 20. Для однооснащения пункта проведения экзамена Министерством образования и науки было передано в школу компьютерная техника. На пункте проведения экзамена будет организована работа 15 аудиторий, в том числе одна аудитория для сдачи информатики и одна для сдачи английского языка. В работе пунктов проведения экзамена задействовано 50 специалистов, которые прошли обучение и получили доступ к работе на пункте. Это 36 специалистов, которые работают в аудиториях, 10 специалистов, работающих вне аудитории, 2 технических специалиста, 2. Это руководитель пункта проведения экзамена и заместитель. Единый государственный экзамен пройдет согласно утвержденному расписанию на 2023 год. Основной период сдачи ЕГЭ с 26 мая по 20 июня. Наиболее массовые предметы это русский язык 29 мая, математика 1 июня, общество знания 8 июня. На период проведения единого государственного экзамена на пункте будет организована медицинская помощь, бесперебойное энергоснабжение, обеспечение режима тишины, безопасности и правопорядка. По российскому законодательству даты выпускных вечеров и вручения аттестатов 9 и 11 классам определяет сама образовательная организация. То есть школа самостоятельно выбирает время, когда назначить выпускной. Рекомендованные даты Министерства образования и науки Луганской Народной Республики для вручения аттестатов 9 классам 7 по 11 июня, для вручения 11 классникам с 13 по 18 июня. Уважаемые ребята, желаем основательно подготовиться к экзаменам, сдать их как можно лучше, поступить в высшее учебное заведение и реализовать свои мечты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова